Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Не знаю, как отпустить ситуацию и забыть человека. Парень полгода оказывал мне знака внимания в соцсети и предлагал встречи, но сам был далеко от нашего города. Когда он вернулся, я согласился, но после встречи за кофе он перестал писать. Попробовал написать сама, сказал, что ему нужно разобраться, подхожу я ему или нет, но я ему интересно. Скоро узнаю, что он сидит на сайте знакомств, ищет девушку для создания семьи. Водит девушек на кофе, но дальше этого общения не заходит, не спешит, выбирает. А также ему сказали, что на нем 12 лет порча, и он ее активно сейчас лечит. Периодически постит грустные истории, а я чувствую себя оплеванный, за полгода много о себе рассказала, скрывала душу человеку, оказалось, что это никому не нужно. Хотел отправить его в честь, чтобы вообще ни о чем не знать, чтобы вообще ничего о нем не знать. Но это будет показаться на моей слабости, что мне безразличен, тем более, что мы связаны по работе. Как вообще можно за одну встречу понять, твой человек или нет? Чувствую себя участницей какого-то глупого церка. Ну смотрите, во-первых, ситуацию условно можно разделить на несколько частей. Вот, в первую очередь, значит, ну первая часть, это ваше эмоциональное состояние, вот. То есть это ваши чувства, это ваши переживания, это вот в принципе то, что, ну то, как вы... А, в целом, в целом, на это реагируете, вот. И здесь, на мой взгляд, все вполне адекватно, потому что, ну, действительно это больно, действительно это неприятно. Очевидно, что вас это задело. Да, вот, и, соответственно, вот эти чувства, чувства, да, ваши чувства, обида, боль, злость, их, конечно, желательно прожить, это первое, да. Ну вот, то есть просто вот их отреагировать, вырезать и так далее. Вот, лучше это сделать кому-то, лучше это сделать, возможно, значит, с кем-то, кому вы, ну, доверяете, да, кому вы могли бы, вот, с кем бы, с кем бы, с кем вы бы могли этим поделиться. Вот, это, я думаю, первый момент. Да, вот, работа с чувствами, это деликатная история, это такая, достаточно, тонкая работа, вот, поэтому тут нужно, конечно, конечно, уделить этому внимание. Следующий момент, это момент вашего вовлечения в ситуацию, который, честно говоря, для меня больше непонятен, нежели чем понятен для того, чтобы сложить какую-то свою картинку, картинку того, что произошло, и, соответственно, помочь вам это подкорректировать. И мне самому понять, что именно произошло. Значит, начать нужно с того, что забыть человека невозможно. Забыть невозможно. Да и не нужно забывать, это определенный опыт, и то, что вы описали, это просто свидетельствует о том, что у вас есть определенная проблема. Здесь сразу же возникает вопрос, первое ли у вас это отношение или нет, или уже был такой опыт, если да, то какой, и так далее. Ага, следующий момент. Значит, вот вы пишите. Парень полгода оказывал мне знаки внимания в соцсети. То есть это были отношения на расстоянии. А, значит, как вы познакомились? Что вас объединяло? Что вас связывало? Потому что знаки внимания это просто общение двух гендеров. Это просто, как бы, ну вот, ухаживание. Но это никак не история про то, что между вами есть что-то общее. Это никак не история про то, что вас что-то объединяет. Вот вы пишете, полгода он оказывал вам знаки внимания в соцсети. А, как вы на это реагировали? Как вы к этому отнеслись? Мне почему-то показалось, что изначально вы отнеслись к этому настороженно. Как бы это не принимали, а после, в общем-то, поддались. Но чему? Поверили, что вы человеку не интересны. И на самом деле, вот этот момент, интересно я или нет, как будто бы вот эту проблему, этот конфликт своей ценности, своей ценности, своей значимости, своей важности, вы здесь пытаетесь решить. За тем разве что исключением, что это зависит от молодого человека. Ну, от другого человека вообще. Вот. Дальше. Предлагал встречу, но она была далеко от нашего города. То есть здесь вы говорите, здесь и далее, вы говорите о своих ожиданиях. То есть вот у вас были определенные ожидания. И ожидания это то, что, в общем-то, разрушило не одни отношения и испортило не одну жизнь. Вот эти вот ожидания абсолютно, ну, скажем так, нереалистичные. С ожиданиями нужно работать, вот, и сбалансировать их конкретными действиями по реализации тех потребностей, которые лежат в основе ожидания. Вот. Когда он вернулся, я согласилась, но после встречи за кофе он перестал писать. Опять же, далее вы пишите, что вы связаны с ним по работе. Если это была ваша первая встреча, ну, то есть вот, он был, наверное, в командировке или как? То есть как конкретно вы связаны с ним по работе-то? Если вы его не знали, он, ну, общался с вами по сути, по сути, через соцсеть. Вот, то есть не очень здесь, понятно. Ну, хорошо. Вот вы пишите, значит, что предлагала встреча, я согласилась. Давайте подумаем, на что именно вы согласились. То есть вот... Чего вы ожидали там? Пробовал написать сама. Сказал, что ему нужно разобраться, подхожу я ему или нет, у меня ему интерес. Опять же, вопрос. А... Для чего вы писали? Вот вам человек не пишет. Вы это воспринимаете как что. Да, немножечко дальше вы это раскрываете. Но давайте сейчас на это обратим внимание. Как что вы воспринимаете то, что вам представится. Вот. А дальше, значит, скоро узнаю, если он сидит на сзади ногом, пишет девочку для создания семьи, водит девочек на кофе, но дальше это вообще не заходит. Ну, во-первых, откуда вы это знаете? Вот, ну, все, дальше не заходит. Во-вторых, я бы сказал, что... Ну, а вас саму не смущать, что... Мужчина ищет девочку для создания семьи. Не смущает? То есть 20 человек просто перебирает вот... Варианты. Перебирает кандидаток. Смотрит не на, значит... Общее между им и девочкой. А просто... Просто хочет подобрать максимально, ну... Приятную для него партнершу. Вот. И вопрос у меня... В таком случае... Вопрос у меня в таком случае... А насколько это вам подходит? Что вот человек так относится к девочкам? Вы отдаете себе отчет в том, как он относится к девочкам? Вы хотите такого отношения? И это история про что? Это история про то, что вы себя обесцениваете. Если вас задевает то, что вас не выбрали, или если вас задевает то, что он выбирает... Да? Вот. То это означает... К моему большому сожалению... Что вы себя... Обесцениваете. Вот. И обесцениваете вы себя... На мой взгляд... Ну, довольно сильно. Я бы сказал. По крайней мере. Вот. Дальше. Дальше. Не спешите выбирайте. Мы сказали, что на нем порча. Он не лечит. Периодически плачет грустные... Грустные истории. Я чувствую себя оплеванным. Вот. Каким образом? Каким образом? Каким образом вы себя так чувствуете? И вы пишите. За полгода многое о себе рассказало и открывало душу человека. Оказалось, что это никому не нужно. То есть. Смотрите. Что вы здесь по сути говорите? По сути, вы здесь говорите то, что вы рассказывали что-то человеку. Для того, чтобы он вас оценил. Вы рассказывали ему это не потому, что вам хотелось поделиться с ним. А вы рассказывали это для того, чтобы он вас оценил. По сути. Понимаете? В чем вот момент. И когда. Это вот. Тоже. Такой. Довольно. Важный. Получается. Момент. Вот. Когда. Человек. Проявляет. Свою активность. Не потому. Что. Ему это активность хочется проявлять. А злопово. Чтобы человек другой как-то отреагировал. Естественно становится уязвим. И здесь нужно обратить внимание вот на что. Если вы открывали свою душу. Если вы много рассказывали человеку. Вот. Не было ли это чем-то чего вы стыдились. Не было ли это чем-то чего вы избегали. И так далее. А мне кажется судя по всему было. То есть вы говорили человеку о своем внутреннем конфликте. Скорее всего его не касаясь прямо. Вот. И вы рассчитывали что это делает вас для него более важным. Вы придали исключительность человеку. За счет того что решили раскрыться только ему. А раскрыться только ему вы решили. Потому что приписали ему то возможно. Чего у него не было. В силу того что общались по соцсети. В соцсети. Вот вы пишите. Оказалось это никому не нужно. А разве в первую очередь. Вам это не нужно. Понимаете. Когда вы говорите я что-то рассказывал. А это никому не нужно. Это история про то что вы рассказываете для другого. Стараетесь для другого. Вкладываетесь в другого. И это возможно. Это хорошо. Все. В этом нет ничего дурного. Но только если. Не в ущерб себе. А здесь вы это делаете именно в ущерб себе. Хотел отправить ЧС чтобы ничего о нем не знать. Ну то есть избегать боли. Но это будет показателем моей слабости. Возможно. Правда. Правда. Пока это только предположение. Но возможно это еще одна проблема. Что вы боитесь быть слабой. А быть слабыми нормально? Да. Конечно. Конечно. Вы. Становитесь. Где то. Более. Уязвимы. Само собой. Конечно. Становитесь. Где то. Ну. Такой. Знаете. Как это сказать. Ну. Более. Чувствительной. Да. Вот. Да. Это правда. Но только так. Я бы сказал. Можно быть. Живым. Вот. А вы себе. Как будто бы. Это запрещают. Понимаете. Какой момент. И это. На мой взгляд. Является проблемой. Вот. 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 То. Что. Вы. Как то. Боитесь. Быть слабой. Да. Вот. Это история про непринятие своих чувств. за то. Что. Вы. Не принимаете свои чувства. А значит. Вы довольно закрытый человек. Вот. Вот. Когда. Чем то делитесь. Это. Становится. Более. Исключительным. Чем. Оно. На самом. Как бы. Деле. Из себя представляет. Вы. Это делаете. Исключительно. И. Соответственно. Растут ваши ожидания. Вот. Вот. Растут ваши. Значит. Надежды. Это. И так далее. Вот. Вероятно. Вы. Сами. Не замечаете. Вы. Сами. Не замечаете. Того. Как. Как. Отбираете. Вот. Я. Прям. Не побоюсь этого слова. Да. Отбираете. Часть. Своей ценности. И. Передаете. Эту. Ценность. Другому. Человеку. Вот. И. Когда. Это. Не находит. Отклика. В нем. Вам становится больно. По сути. Это. Нарушение. Личной. Границы. По сути. То. Что вы описываете. Это. Проблематика. Личной. Границы. Вы. То. Довольно. Отклика. Довольно. Открыто. Вот. И. Это. Все. Создает дисбаланс. Ну. На мой взгляд. По крайней мере. Дальше. Что мне не безразличен. Тем более мы связаны по работе. Ну. Безразличие. Еще. Нужнее. По исследованию. Как вообще можно за одну встречу понять. Твой человек или нет. А. Почему вы думаете что это возможно. не безразличие. Смотрите. Вы сейчас хотите себя обезопасить. Если вы хотите себя обезопасить. Вот. То. Вы пытаетесь контролировать. Если вы пытаетесь контролировать. То вы не являетесь искренними в отношениях. А если вы не являетесь искренними. Как вы можете быть счастливы. Ну. В отношениях. В таком случае. Если. Если вы пытаетесь контролировать. Дальше. Вы говорите. Как понять. Твой человек или нет. Простите. А. Что такое твой человек. Что это. Что это такое. Что значит. Твой человек. Не твой человек. Непонятно. Ну. То есть. Вот. Серьезно. Непонятно. Дело. Дело в том. Что твой. означает принадлежность. Но. Человек. Не принадлежит. Чтобы. Быть. Вашим. Но. Допустим. Хочется. Чтобы. Он. Вам. Принадлежил. А. Зачем. Почему. Хочется. Чтобы. Человек. Вам. Принадлежил. От. Куда. У. Вас. Это. Попробность. Мой. Человек. Или. Нет. Ответ. Довольно. Просто. Чтобы. Себя. Защитить. Вы. Пытаетесь. Себя. Защитить. От. Чего. От. Вода. Именно. То. Что. Вы. Пратите. Свою. Энергию. Свои. Силы. На. Защиту. От. Боли. На. Мой. Взгляд. Не. Позволяет. Вам. Быть. В. Отношениях. И. Не. Позволяет. Вам. Понять. И. Увидеть. Что. Вы. Чувствуете. Как. Как. Чувствуете. Чувствуете. Ну. Само себя. Я имею ввиду. Вам. Это. Не. Позволяет. Понять. И. Отсюда. Ваши. Трудницы. Конечно. Вот. Но. Хорошая новость заключается в том. Что. Все это. Решается. Связь. Связь с вашими желаниями восстанавливается. Самоценка. Корректируется. Ожидания. Сбалансировали. Сбалансировали. Становится сбалансированными. Вот. И. Вы приходите. В определенный равновес. Но. Это. Работа. Понимаете. Которое начинается с того, чтобы помочь вам прожить ваши чувства, прожить их, понимаете, да? Вот как-то так я бы вам ответил с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения моего профессионального опыта и так далее. Мне жаль, что вы оказались в такой ситуации. Правда жаль. Ну и я прошу вас понять, что наша задача, как психолог, указать вам на важные моменты, которые являются проблемами. Вот. И если вы себе вредите, а вы себе вредите, вот, тем, что пытаетесь, например, сейчас придумать способ забыть, то мы вам на это должны указать. Всего вам самого доброго. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам сформулировать для себя базовые поступки для психотерапии. Обращайтесь. Берем. Обращайтесь. ну, листья могут стоить чуть-чуть. Чтобы разбить крово